МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 5 октября жители автозаводского района Тольятти заметили лису, которая бегала по первому кварталу. Животное не проявляло агрессии, но вело себя достаточно странно. Лиса была измучена и истощена. Неподалеку гулял тольяттинец с собакой. Питомец погнался за лисой, схватил ее и, судя по всему, повредил ей позвоночник, потому что лиса вскоре погибла. Позже при исследовании патологического материала от трупа лисы ветеринары установили, что у животного было бешенство. Обращаем ваше внимание, что для безопасности ваших питомцев в таких случаях необходимо пройти срочную вакцинацию против бешенства. 7 октября и на период карантина будет организовано дежурство мобильной вакцинации. Всю необходимую информацию вы можете получить по телефону, которые вы видите на своих экранах. Движение временно ограничено. С 6 по 12 октября участок дороги, где пересекаются улицы Вокзальная и Барковская, будет перекрыт. Здесь продолжается капитальный ремонт путепровода. Для владельцев транспортных средств доступен объездной маршрут по улицам Вокзальной, Окраиной и Северной, и далее по существующим схемам в прямом и обратном направлениях. Сотрудники госавтоинспекции Тольятти обращаются ко всем автолюбителям с просьбой отнестись с пониманием к временным ограничениям и соблюдать правила дорожного движения, а также планировать свой маршрут заранее. Пропавшего две недели назад Алексея Вячеславовича Гошина по сей день разыскивают полицейские, родные и близкие, поисковый отряд «Лиза Алерт». 22 сентября 50-летний мужчина перестал выходить на связь, и до настоящего времени от него нет никаких вестей. Примета человека. Рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темнорусые, глаза голубые, был одет в черный спортивный костюм, синюю в клетку рубашку, черные кроссовки. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Если вам что-либо известно о местонахождении данного человека, просьба сообщить по единому номеру 112.